Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. На меня в гостях Ильгар Велезведем, известный политолог из Азербайджана. Здравствуйте, Ильгар. Здравствуйте, Михаил. Ильгар, вы знаете, я вот по случаю интервью с вами решил сегодня, поскольку каждый раз я меняю локацию в нашу интервью, сегодня записываю интервью, не поверите, из известного азербайджанского ресторана. Я называть, конечно, не буду это место, поскольку мне за рекламу никто не платил, но у меня даже сегодня к нашему эфиру, посмотрите, какой есть чай. Настоящий азербайджанский чай, вот в специальном сосуде, в котором бил чай. Вот у меня тоже сосуде у меня. Ильгар, тогда давайте выпьем за здоровье наших зрителей. Это у нас чай, поэтому мы можем... С удовольствием. С удовольствием. На брудышавт. Ну что ж, Ильгар, к сути нашего сегодняшнего разговора. Сегодня в Баку собираются народы угнетаемых территорий, угнетенных территорий, которые называют заморскими территориями. В общем, эти народы собираются сегодня в Баку для того, чтобы, ну, как я понимаю, определить свое будущее и отношение к бывшей митрополии. Совершенно случайно, либо не случайно, все, скажем так, заморские территории, которые сегодня собрали, за исключением нескольких, это французские территории. И мы понимаем, что, собственно, это, скажем, борьба за независимость бывших колоний является одной из фишек современной азербайджанской дипломатии. Не только для того, чтобы вставить, скажем так, палку в колесо французской телегии, в отместку за то, что Франция поддерживает Армению, но и для того, чтобы утвердить Азербайджан как сильного игрока в глобальном юге, в взаимоотношениях с Россией и прочее. У меня будет к вам следующий вопрос. Вот соотношение цены-качества. Мы понимаем, что так иначе Баку на это затрачивает. Это финансовые, организационные ресурсы, потому что так просто ничего в жизни не бывает. И, скажем, лидеры вот этих всех заморских территорий, они должны быть заинтересованы в том, чтобы, скажем так, собираться именно в Баку. То есть там дураков нет, все хотят то, что называется, заработать. Ну, чего греха-то. И тут некоторые зрители считают, что я за свою деятельность получаю азербайджанскую нефть и азербайджанскую крону. Но, к сожалению, нефть и ни края я не видел. Но, с другой стороны, моя деятельность, она сомнительно скромная по сравнению с деятельностью канаков и других поневольных народов. Так что как раз заинтересованность она, безусловно, должна быть. И возникает вопрос в отношении цены и качества. Насколько, скажем так, вот, ну, какова цена всего этого мероприятия для Баку? И соответствует ли эта цена той пиаровской и репутационной отдачи, которая получает Баку, проводя это мероприятие и вообще ведя такую информационную войну с Францией? Ну, давайте начнем с того, что Франция, скажем, открыла ящик Пандоры. Поскольку Франция в открытой форме поддержала армянский сепаратизм на территории Азербайджана, это мы видим, на законодательном уровне это сделала, то, в общем-то, Азербайджан, будучи стороной председателем движения «Неприсоединение», используя свои возможности, пытался ответить Франции. Причем отвечал он в том числе на полях Организации Объединенных Наций, где, кстати говоря, Франция неоднократно инициировала процесс по, скажем, наказать Азербайджан, принять антиазербайджанскую резолюцию и так далее. Мы, кстати говоря, в рамках вашей программы тоже, наверное, обсуждали в прошлые годы этот момент. Но, да, Азербайджан... Мне иногда кажется, Ильгар, мне иногда кажется, что мы с вами были знакомы в прошлой жизни. Мы просто так формулировали, что мы в прошлые годы обсуждали, и сразу задумался о том, что мы настолько хорошо понимаем друг друга, что, может быть, мы знали друг друга и в прошлой жизни. Ну, вы знаете, они исключаются. На самом деле, слава богу, у нас очень тесное взаимопонимание, да. Мы на самом деле понимаем друг друга с полуслова. Иногда так и кажется. Но посмотрите, Михаил, на самом деле, ну, мы... Я один из первых, кто участвовал в ваших передачах вообще из Азербайджана. По-моему, даже первый, кто... Первый азербайджанец, возможно, который принимал участие в вашей передаче. Так что я имею право так говорить, наверное. Тогда передача уже несколько лет, и, значит, ну, а поскольку этот конфликт, скажу, конфликт интересов между Баку и Парижем тоже как бы не первый год развивается, поэтому вот ты всё время думаешь, обсуждали мы с вами это, не обсуждали, всё обсуждали. Вот. Да, ну, в общем, вернёмся к нашим... К нашим участникам нашего заседания. Да, оговорка по Фрейду. Не, не, я как раз-таки... Вот как вы относитесь к участникам съезда. Я, видите, я поэтому сразу же в корректной форме определил их как участника, к нашим участникам, поскольку они являются нашими гостями, а не наши участники. Так что, а всё остальное, говорит, каждый может домысливать в меру своей испорченностью. Значит, конечно, так. Ну, давайте так. Вернёмся к нашим уважаемым участникам, будем так уже подчёркнуто, я говорю, нашего этого, значит, мероприятия. Дело в том, что Франция, в отличие от Азербайджана, действовала в грубой форме, нарушая все, значит, скажем, принципы и международного права, в том числе принцип территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других стран. Да, в данном случае принимая эту самую постыдную резолюцию, значит, признающую незаконное формирование, но также, скажем, инициируя вот эти обсуждения в Совете Безопасности. Всё с треском провалилось. Но что мы делаем? Мы, используя те возможности, которые навёт нам международное право, будучи членом, председателем движения неприсоединения, инициировали этот процесс. Кстати говоря, Организация Объединённых Наций в лице организационных структур ООН поддержали инициативу Азербайджана. Представляете? И там вот в рамках этого процесса ещё в 60-е годы был сформирован Комитет 24, Комитет по деколонизации, Комитет 24, действующий при Организации Объединённых Наций. Это структурное подразделение ООН, которое периодически собирается и проводит свои обсуждения. Кстати говоря, в рамках этих мероприятий, на этих мероприятиях участвовали представители политических движений, стран, которые находятся в колониальной зависимости, по сути, от тех или иных государств, в том числе и от Франции. Так что Азербайджан не первый, кто вообще инициирует этот диалог. Просто Азербайджан придал ему форму. И вот этот первый съезд является, скажем, показателем того, что этот диалог на самом деле развивается и приобретает определённый окрас, политический окрас. Что касается... Да, вот этот Комитет 24, в него входят несколько заморских территорий, официально входят, в том числе Новая Каликдония. Там вообще 17 территорий, также принадлежащих другим, будем говорить, метрополиям бывшим, но среди них есть, конечно, французские. И вот эти самые французские колонии, подмандатные территории, как хотите их называть, они наиболее активны в этом Комитете. Так уж сложилось. По всём Комитете наиболее активными они являются. И они как раз-таки продвигают вот эту самую повестку, с которой согласовывается Устав ООН и с которой согласовываются наши интересы, интересы Азербайджан. И здесь я хотел бы обратить внимание на то, что никто не может, и никто не возражает, честно говоря, против этого. На словесном, на вербальном уровне, да, говорят о том, что вот это как-то Азербайджан поддерживает сепаратистские какие-то организации. Но это по сути своей не так. Это не сепаратистские организации. Это организации, которые действуют на территории вот этих самых заморских стран и территорий, которые добиваются независимости в рамках тех прав, которые им предоставляет Устав ООН. Так что вот так. Ильгар, ну мы понимаем, что политика, она переменчилась. Сегодня при Макроне у Франции контры с Азербайджаном, и мы знаем президента Ильхама Алиева, что греха таить. Президент Ильхам Алиев, он очень человек такого крутого нрава. Ну, другой бы человек просто бы не был в кресле президента такой страны, как Азербайджан последние 21 год. Да, это надо иметь и силу воли, характер. Нужно уметь, извините, цепляться зубами за, скажем, несговорчивого собеседника, выгрызать власть, иначе ты просто не будешь власти. Ну, так работает политика в восточных странах. Так вот, он человек очень своенравный. И в чем-то даже злопамятный. Ну, как любой правитель, мы это видим даже по Рубену Варданяну. Если бы господин Варданян не оскорблял лично Алиева и семью президента Алиева, возможно бы он, как шахрамян, уже сейчас бы чилился где-то в Ереване. А так чилился, если так можно сказать, в бакинской тюрьме. Ну, тут злорадствовать не буду, это очень тяжело для человека. И тут только кроме соболезнования его семьи сложно что-то привести. Каким бы, скажем так, сепартистом он не был, он все равно стоит человеком. Дело не в этом. Понятно, что для президента Алиева Макрон – это личный враг. И Макрон, помимо того, что он личный враг, он еще своей сутью раздражает Алиева. Но это полная противоположность Алиева. Вот на человеческом уровне у них нет симпатий. Но это сегодня. Завтра, например, в кресло президента Франции придет другой политик. Но нельзя же так просто бросить дело борьбы за священное право канаков и иметь свою государственность. Как же тогда Азербайджан будет себя вести и можно ли соблюсти такой священный баланс? То есть, как говорится, бороться за права канаков, но так, чтобы делать было всегда что. И канаки всегда могли прийти на помощь в зависимости от того, кто будет в Елисейском дворце. Смотрите, Михаил, здесь я не так кажется, я как эксперт свое мнение только, скажем, выдвигаю. Посмотрите, наверное, этот момент тоже был предусмотрен. Дело в том, что повестка этой организации, в частности повестка съезда, формируется самими участниками. То есть, это не так, чтобы Баку, руководитель какого-то департамента в МИД Азербайджана собирает всех этих канаков, представителей других колониальных народов и говорит, так, ребята, в общем, поднимаем такие-то, такие-то вопросы, осуждаем так-то, вот текст готов, подписывайте и вперед с песней. Это не так. Повестка формируется самими участниками. Полностью ответственность за решения, которые принимаются здесь, несут они. Мы предоставляем им там отель хороший, возможности и так далее. Это все за наш счет, может быть, и организовывается. Дружеские страны, близкие, вернее, народы и все такое прочее. Еще тоже надо посмотреть, как этот процесс реально оформлен. Здесь тоже я на 100% ничего не могу сказать, не являюсь членом оргкомитета. Ну, в общем, так, мы, то есть, вот эту самую организацию осуществляем, но, то есть, чисто вот так, технически. Но начинку готовят сами эти страны. Они, конечно, должны думать о будущем. Сегодня они здесь собираются, завтра они могут собраться где-нибудь в другом месте. Возможно, что в одной из этих стран произойдет революция. Они скинут это Ермо, Иго и соберутся там, вот в этой самой освободившейся стране. А может быть, в какой-то западноафриканской стране, где также покончили с этим неоколониализмом французском. Им найдется место. Кто его знает? Нам с чему первый съезд провели. Что касается… Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой. Поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там, революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Слушайте, вы знаете, Баку такой красивый город. Знаете, может быть, настолько вы хорошо приняли уважаемых делегатов, что они просто не захотят уезжать из Баку. Собственно, можно сидеть в Баку и постоянно заседать. Почему нет? Ну, я не думаю, что... Кстати говоря, там есть люди, на самом деле, реально борцы, что называется. Они организовывали реально какие-то акции сопротивления. И все из Баку это очень трудно делать. Поэтому, если, конечно, вернуться на родину и продолжить свою борьбу, мы, по крайней мере, на это надеемся. Будем так говорить. Да, и поэтому такой вариант не стоит, не рассматривается. Что касается президента Алиева, вот, вы говорите, там... Вот его надо, наверное, знать, да. Он на мстительности далеко не уедешь. Это не такой политик, скажем, такой, ну, как сказать, приземленный политик, который и такими категориями думает. Да, конечно, есть серьезные обиды, в частности, на Макрона. И возможно, что будущий президент Франции будет более осмотрительный в отношениях с различными странами, в том числе с нами. Но дело в том, что вот я имел возможность как бы наблюдать за азербайджанской дипломатией очень длительное время, будем так говорить, с более близкого расстояния. Надо сказать, что, значит, президент Азербайджана, он очень серьезно контролирует свои чувства, эмоции. Он находился неоднократно в таких очень стесняющих его обстоятельствах. Представляете, он выступал в Европарламенте, где большинство членов просто были ангажированными или ненавидели и так далее. Он выступал, и вопросы там ему задавали очень нехорошие, неприятные. Отвечал на них достаточно сдержанно, не позволял себе каких-то срывов эмоциональных. Кстати говоря, с тем же Макроном неоднократно встречались после того, как Макрон имел, значит, неосторожность сказать, что Азербайджан напал на Нагорный Карабах, там все такое прочее. Но мы прекрасно понимаем суть политик. Политика изменчивая вещь, тем более, что президент это понимает. А внешняя политика, она персонифицирована, как бы к ней ни относились. Вот внешняя политика Трампа есть, внешняя политика Байдена есть. То есть внешняя политика, она персонифицирована, независимо от того, какая страна, какое устройство. Да, у президента есть свое отношение к тем или иным людям, лицам политики. Ну, мы прекрасно понимаем, что ситуация может поменяться. И в этой связи, конечно, оставляем для себя возможность, как бы не будучи делать все, чтобы не быть вовлеченным непосредственно в эти процессы. Ну, не будем же, не будет же азербайджанская армия поставлять оружие канакам, чтобы они воевали там с... Да вы что, не дай бог, не дай бог. Да, вот до такого не дойдет, конечно. Ну, хотя, кстати говоря, вот с Макроном, знаете, происходят различные метаморфозы. Мы знаем, как они соседнюю Армению поставляют оружие. Правда, это Армения, это не канаки, это отдельные независимые государства. Все тоже прекрасно понимаем. Ну, так или иначе, там, где есть возможность как бы более активно и артикулированно действовать, французская сторона действует. Мы стараемся все-таки действовать на таком аккуратном расстоянии, поэтому этот вопрос перед нами не стоит, будем так говорить. Знаете, Эльгар, вы пока говорили, я вспомнил такой фильм «Русское чудо». Не знаю, смотрели ли вы, но зрители наверняка смотрели. «Русское чудо» – это фильм, который был снят в России в 1994 году. Там вот снимался покойный Семен Фарада, Михаил Кокшенов, тоже ныне покойная Наталья Крачковская. Я не знаю, по-моему, тоже уже, к сожалению, ушла из жизни эта актриса. И они, значит, поехали в Америку работать, продавать, значит, господина Семена Фараду как экстрасенс. То есть это была такая иллюзия на Кашпировскую. А Кокшенов у них был организатором. Собственно, Фарада и Крачковская, они как бы были мужем и женой. Но вот Фарада, он как бы был таким вот как Кашпировский, а-ля Кашпировский, да, целителем. И вот каждый вечер Кокшенов, они должны были перед концертом тренироваться, потому что там кого-то нужно было оживить, кто-то должен был встать с инвалидной коляски, кто-то должен был прозреть. И там Кокшенов каждый вечер им звонил, спрашивает, ну что, работайте? Работаем, работаем, Федя. Я вот себе представил, как из Баку каждый вечер звонят в Новую Каледонию. Ну что, канаки, работайте? Работаем, работаем. А в чём, собственно, показатель работы канаков? Или они тоже собирают зрительные залы и, значит, организуют представление? Михаил Дорогой, дело в том, что канаки, вообще это движение не нами инициировало, не нами оно, значит, и движимо, будем так говорить, потому что это очень пассионарное движение. Они активно участвовали в различных, скажем, ещё до того, как у нас с Францией отношения испортились, и до того, как мы подключились к этому процессу, они сами самостоятельно и без нашего участия там прекрасно работали, как вы говорите, и если бы они не работали бы, не было бы вот этих референдумов о независимости, не было бы вот этой борьбы и всё такое прочее. Ребята знают своё дело, нам два раза им не нужно объяснять, что им делать, будем так говорить. А, то есть вы ограничиваетесь одним разом, правильно? Они с первого раза понимают. Это, естественно, они прекрасно понимают. Так вы же говорите, что Баку никак не вовлечено в процесс. Я и говорю, я поэтому и говорю, что они сами всё прекрасно знают, что делать, нам не нужно им рассказывать и указывать. Но вы сказали два раза, значит, есть один? Один-то указываете? Нет, ну не надо цепляться за мои слова. Посмотрите, мы организовываем этот процесс технической стороной этого процесса. Дальше уже люди смертливые знают, что, как и почему их позвали сюда, и как они это всё, значит, ну, как реализуют они эту самую повестку. Это им виднее. Здесь важно, чтобы, скажем, не перейти вот эту самую красную линию, не перейти чертовую. Мы прекрасно понимаем, что в случае, если мы вот эти самые условности, тоже международное право, не будем соблюдать, это как бумеранг. Вот эти самые канаки знают, что такое бумеранг, это там рядом изобрели. Это как бумеранг, это же нам же хуже станет. Поэтому мы прекрасно понимаем, вот вам бумеранг, который вы же изобрели, вот вы его используете, вам виднее как. Поэтому здесь, значит, как вам сказать, вот этот весь процесс, кстати говоря, очень хорошо встроен в логику тех процессов, которые происходят в рамках глобального юга. И как бы вот нельзя его рассматривать в отдельности от тех процессов, которые происходят в Западной Африке, там, где на Ближнем Востоке и всё такое прочее. Кстати говоря, вот вы и говорите, Михаил, одним из самых серьёзных критиков французской политики вообще за пределами Европы выступает Джорджа Мелони. Она прямо об этом говорит, что это выдавили до миграционного кризиса. Это ваша нерадивая политика в той же Африке привела к тому, что массово эти самые мигранты покидают Африку. Она пыталась предложить свой план. В этом году в январе с Урсулой фон дер Ляйен, они собрали такой формат «Италия, страны Африки». Италия, Европейский союз и страны Африки рассматривали программу поддержки странам Африки, включая стран Западной Африки, которые были вотчиной Франции. Вот это тоже, кстати говоря, камень в огород Эммануэля Макрона. Просто камни у нас разные, а огород у них один. Ильгар, понятно, что Азербайджан, скажем так, нападая на Францию, в том числе выигрывает во взаимоотношениях с Россией, потому что Россия на данном этапе, она же тоже как бы занимает такую антифранцузскую линию. Вызванную тем, что Франция, она на словах поддерживает Украину, подчеркиваю, на словах, потому что в реальности эта поддержка, она очень скромная. Ну и Россия как бы нападает на Францию, весь коллективный Запад за поддержку Украины, значит, прибез российской агрессии. И получается, что по логике событий, поведение Баку, которое пытается ущипнуть Францию, это поведение, которое в принципе выгодно вот этому процессу развития Азербайджана и российских отношений, просто потому что Азербайджан себя ведет так, как хотела бы, чтобы Азербайджан вел себя Россией. Понятно, что Азербайджан ведет себя исходя из своей логики, но эта логика, она вызывает уважение, очевидно, в Москве, поскольку Азербайджан, ну, крепит нервы в одной из центральных стран коллективного Запада, то есть Франции, Макрону, к которому тоже очень плохо относятся в Москве, хотя традиционно французско-российские отношения были очень крепкие, но Макрона не воспринимают на личном уровне тот же самый Путин. Правильно я понимаю, что здесь тоже есть расчеты на это, то есть что это помогает укрепить позиции Азербайджана, то есть не только, скажем так, мы идем от противного, то есть населить Макрону, а и укрепить позиции Азербайджана, и в Азербайджан-российских отношениях, и в целом в отношении с глобальным югом. Посмотрите, Михаил, мы ведем свою, как бы наша политика не соотносится с политикой из других стран, с Макроном, с Францией и так далее. Вот мой пример с Италией, очень показательный. Вы думаете, что в Италии не радуются этой ситуации? Я так понимаю, что там тоже не очень огорчаются, мягко говоря, потому что в Мелоне тоже не очень-то любят Макрона, мы это видим, и публичные высказывания об этом говорят. Это, кстати говоря, не только по вопросам, связанным с такими сенситивными темами двухсторонних отношений, но в частности вопросов, связанных с миграцией. Франция просто не пускает этих африканских мигрантов на свою сторону по соглашению о миграции в рамках Европейского Союза. Все они то в Лампедузе вынуждены тесниться, то в других регионах Италии и так далее. Италия становится буферной зоной, и Мелония злится, естественно, по праву. И всякий раз, когда мы там или кто-то другой укалывает Францию, я так понимаю, что там не очень огорчаются этой ситуации. А Россия, естественно, по своей логике может, так сказать, относиться к нашим теркам, условно говоря, с Францией. Ну, кстати говоря, вот посмотрите, давайте пошире взглянем на процессы. Вы думаете, что Австралия очень негодует тем, что происходит вокруг Новой Калейдонии? Я так понимаю, что они так тихо, там где-то, там платочек тоже как-то радуется, что ну их, этих французов под боком, что нам тут с ними делать? Там тоже свои геополитические, что называется, терки. В южной части Тихого океана, там вообще очень интересно. Там изначально доминировали интересы Британской империи. Туда Франция засунулась как бы между делом. Никто её там не ждал. Посмотрите историю этих самых народов. И я так понимаю, лишним, скажем, участникам этих процессов меньше, если станет, то я так понимаю, что и в Великобритании особо сокрушаться не будут. Не будут рвать на себе волосы, где же Франция. Вы понимаете, я уже не говорю про Австралию, Новую Зеландию и так далее. Так что мне кажется, что для того, чтобы вот такой ситуации не возникало, нормальные, скажем, дальновидные политики, они стараются действовать аккуратно или аккуратнее. У нас же нет таких проблем с той же Великобританией, там, не знаю, нет проблем с Италией, нет с другими странами. А почему с ними? Потому что вот так они действовали топорно, что вот этот самый бумеранг или топор опять возвращается, сделав круг такой, возвращается к ним. Нечего было открывать этот самый ящик Пандоры, нечего было признавать это незаконное сепаратистское образование. И вы знаете, это ещё показательный пример для других стран. Вот если завтра какие-нибудь взрослые дяди и тёти из таких серьёзных стран будут поступать по отношению к вам таким же образом, имейте в виду, что международная политика правовой инструментарии позволяет вам отвечать не менее жёстким образом, чтобы им мало не показалось. Вот этот прецедент, это на самом деле показательный прецедент и даёт возможность странам разным пользоваться преимуществами своего суверенитета. Многие страны имеют суверенитет, но эти не пользуются. Как бы технически они даже не знают, как этим пользоваться. Вот независимая сторона не знает, что с этой независимостью делать и подпадает под зависимостью другой страны. Вот чтобы этого не происходило, желательно действовать как-то так, более самостоятельно. Не знаю, так я думаю. Ильгара, я вам благодарен за это интервью. Как всегда, было очень интересно. Пожелаем удачи канакам в их самореализации. В Баку очень много соблазнов, очень много соблазнов. Красивый город, много кафе, ресторанов. Надеюсь, себя канаки будут хорошо вести и не попадут в какую-то историю, находясь в этом прекрасном городе. Спасибо большое, Ильгар. Вам спасибо большое, Михаил. Я тоже присоединяюсь к вашим пожеланиям. И они очень актуальны. И хотел бы, кстати говоря, обратить внимание на такую важную деталь. Вы посмотрите на досуге, на флаги вот этого независимой Новой Каллигдонии и Азербайджана. Вы найдёте там очень много сходших черт. Но я хотел бы сказать, что их флаг появился, ну, скажем так, не под влиянием флага Азербайджана или же Азербайджанского государства. Но, в общем, параллели напрашиваются сами за себя. Так что, вы знаете, мир наш полон неожиданностей, чудес. Я думаю, что чудеса нужно верить. Особенно, если ты их очень серьёзно, сильно веришь, они обязательно свершаются. Ну, я лишь могу сказать, что, конечно, нужно поздравить азербайджанский МИД, азербайджанские спецслужбы. Действительно, азербайджанское государство очень тонко умеет чувствовать и слышать канаков, проявляет то, что называется эмпатию. Канаки просто хотят быть услышанными больше, им ничего не нужно. И вот ради этого они готовы идти с Азербайджаном до конца, в прямом и переносном смысле этого слова. Спасибо большое, Эльгар, за это интервью. Спасибо.